Итак, дорогие друзья, значит, один из центральных авторов современной русской прозы, и при этом еще драматург и сценарист, Алексей Слоповский в наших когтях на этот час. Почему нам удалось его сюда вытащить? Я напомню, что мы находимся на стенде Форума славянских культур на Московской книжной ярмарке, и центральный проект, центральная программа этого Форума славянских культур, основанного около 10 лет назад в Любляне, в Словении, центральная программа – это книжная серия 100 славянских романов. И вот именно 10, можно сказать, топ-10 авторов, каждая страна выдвигает книги своих ныне живущих писателей. Вот в этот такой интерактивный издательский проект. В нашем списке 10 Алексей Слоповский. Алексей родился в Саратовской области, в деревне. Затем какое-то время жил в столице региона. И уже в молодые годы, помимо того, что сам писал, он был и редактором одного из отделов знаменитого журнала «Волга». Это такой вот один из главных литературных журналов России. Но вот интересно, что он именно чуть ли не единственный из главных, который издавался и издается в провинции. И до сих пор высоко ценим авторами серьезного уровня. Я упомянул, что Алексей пишет не только прозу, он написал достаточно много романов, но также и пьесы, также и сценарии для кино и телевидения. Это достаточно редкий случай, когда успешный прозаик, к тому же именно за которым признается определенный интеллектуализм, когда он при этом еще и уделяет настолько тонкое внимание проблемам сюжета, что это может быть легко экранизировано. Собственно говоря, если иногда и критикуют в буквальном смысле слова прозу Алексея Стоповского, то говорят, что она слишком кинематографична. То есть у него тексты легко представимы. То есть образы подаются достаточно и динамично, и в то же время визуально легко воспроизводимы в сознании читателя. Я такую странную вещь хочу сказать, при том, что наши авторы, авторы которых продвигает в том числе Институт перевода, занимающийся именно промоушеном современной и классической русской литературы на все языки мира, наш выбор всегда, прежде всего, в первую очередь падает на авторов, которые получили некоторые литературные премии российские из некоего первого списка. Это «Большая книга», «Русский букер», «Ясная поляна», «Национальный бестселлер». И вот очень часто Алексей Стоповский входит в финал этих первых названных двух премий, то есть двух основных. И это, так сказать, абсолютно неизбежно делает его одним из главных наших персонажей. Но хочу сказать, что автор, который рос в такой евразийской глубинке, ну, вроде бы, и пишет о России в основном, и вот его пространство, пространство его воображения, оно в той или иной степени, хотя бы частично, но совпадает с тем, где он существует телесно. При этом первая премия из большого набора зарубежных и российских премий, которые он получил, это был профессиональный приз в 1994 году в Европе, «Европейский конкурс пьес». Вот это уже порождает первый вопрос, почему, как это может произойти. Но я, во-первых, хочу сказать, что у нас встречи, напомнить, что наши встречи строятся в форме в основном вопросов и ответов. Я для начала предложу нашему автору что-то сказать от себя, если у него будет желание, и затем мы поспрашиваем на темы, которые нас волнуют в связи с его творчеством. Знаете, у меня такая особенность на самом деле. когда написана книга или когда снят фильм по моему сценарию, или сериал, или когда написана пьеса и поставлена, я часто, знаете, откровенно скажу, у меня теряется интерес. Теряется интерес. Сейчас, не знаю, насколько это типично, но просто мне вот сейчас интересно об этом поговорить. Я уже думаю о чем-то другом. И хотя вот эта вот книга написана о прошлом во многом, там события с 1917 года по 2017 год развиваются, но я уже где-то, где-то, наверное, в другом месте, я уже где-то впереди. Честно говоря, я уже думаю не о том, что я написал, а о том, что я напишу. Ну, кстати говоря, тут и первая строка, она, может быть, подчеркивает, строка в предисловии, она, может быть, подчеркивает эту особенность. Звучит она так. Давным-давно, в 2017 году. То есть я постоянно как-то забегаю куда-то в будущее, куда-то вперед, при этом повторяю, часто пишу о прошлом, и мог бы многое рассказать о том, что там было, и вот этот самый, и Европа, и постановки пьес, и первая поездка в Америку с пьесой, и издательство, которое в 90-е годы, когда возник интерес к России, к бывшему Советскому Союзу, и тогда вовсю печатались и переводились книги в Германии, во Франции, в Италии, в Финляндии, в Швеллое, где только не переводились. Ну и сейчас переводится, но намного меньше. Это касается не меня одного, это касается многих отечественных авторов. Интерес к нам немножечко как бы поугас. Так бывает. Это нормально. Но если я начинал и сразу почувствовал себя внедренным, возможно, действительно в некий евразийский контекст, сейчас у меня ощущение, что мне в определенном смысле все равно. Не то, что я не чувствую этого контекста, нет, просто я как-то, может быть, перестал что ли об этом думать, или перестал об этом волноваться. Меня не волнует или мало волнует то, что падают тиражи, я вам честно говорю. Ну, может, потому что человек, он же, конечно, там, честолюбив, вы понимаете, да? Может, потому что вот эта вот сериальная слава, известность, она в каком-то смысле компенсирует, хотя это известно совсем другого толка и для совсем другой аудитории. Но сейчас период такой, мне больше всего важно сказать то, что я хочу сказать. Успеть, написать, и нет ощущения, что вот и сяк. Поэтому ощущение совсем не евразийское, я бы сказал, ощущение какой-то автономии и отдельности. Это я, вот, извините, делюсь личным. Вот так я сейчас живу. Мне важно что-то понять для себя, что-то успеть понять. Больше даже в себе, для себя и в окружающих, чем в обществе, в стране и в мире. Вот так получилось. Спасибо. Вы знаете, то, в чем вы сейчас признались, это очень счастливое свойство, когда автор, в общем, освобождается, написав. Потому что бывают случаи, ну, правда, это чаще у поэтов, чем у прозаиков, когда мучительно переписывают годами тексты, а потом еще несчастные издатели должны выбирать между версиями, искать, какая была последняя, признана поэтом. Но это, в общем, тем не менее, поскольку ваша проза, простите, достаточно поэтична, поэтому я как раз предполагал обратное, что, то есть, для меня приятной неожиданностью, в смысле, что я рад за вас, как за писателя, что вам легко освободиться и идти дальше. Вот, что нет такого балласта или якоря в виде в чем-то признаваемых недоделанными или в чем-то несовершенными предыдущих вещей. Вот, да. Я почти задал вопрос по поводу, и вы косвенно на него, ну, вернее, его обошли интересным образом, по поводу места рождения. Вот, все-таки, как повлияло, может быть, неочевидным для читателей образом, ваше детство в провинции, ваши контакты, может быть, с какими-то... Ну, Саратов — это такая, как бы, русская территория, но все же там достаточно много пришельцев из Поволжского и Каспийского региона. Вот. То есть, вот эти межэтнические на раннем уровне... Вот, в смысле, импринтинга. То есть, что заложило в вас вот это пребывание в этом таком, ну, как бы, тихом пространстве? А потом вы окнулись сначала в столицу региона, потом в Москву и вообще... А потом Америка, Европа. Ну, самое главное — это то, что я, в какое бы обществе я не попал, деревенское, поселковое, в маленьком городе, в большом городе, в Париже, в Нью-Йорке... Я как-то легко нахожу, мне кажется, язык с другими людьми, я умею их понимать. И, знаете, бывает у представителей творческой интеллигенции, я это наблюдал, особенно у, извините, москвичей, такое заигрывание, заигрывание, сказывающееся и в творчестве, и в повседневном общении, заигрывание с так называемыми, как бы, простыми людьми. Такая вот игра, ну, всегда такое ощущение, что это дачник говорит с местным жителем. Мне этим заниматься не надо, потому что, ну, я действительно столько лет прожил в деревне, потом приезжал туда каждый год, потом жил на окраине Саратова и так далее, и так далее. И поскольку для меня, чтобы я не писал сценарий, роман, пьесу, крайне важно переуплотиться в своего героя, почувствовать его правду, не быть ему судьей, а побыть им, вот, наверное, мне это помогает, потому что я, ну, мне так кажется, довольно легко вхожу в образ людей из самых разных социальных слоев, и мне кажется, иногда получается говорить их языком, не балуюсь в этот язык, не играя в этот язык, а просто их языком, потому что я понимаю, о чем они думают, чего они хотят, да и сам я в своей жизни проходил разные этапы, вверх, вниз, поэтому написать и об академике, и о мореплавателе, о плотнике, о бомже и так далее, ну, в общем-то, мне кажется, мне это помогает. Именно то, что я бывал в самых разных социальных слоях, и, в общем-то, знаете, мне кажется, нигде чужим не казалось, что тоже очень важно. Спасибо. Ну, простите, а вы не можете в конце, у нас автограф-сессии в конце, если можно? Присаживайтесь, пожалуйста. Что вы? А, конечно, да, вопросы? Замечательно. Вот вы говорите, что, говорите вы, что вам просто разговаривают, допустим, с крестьянами, да, ну, крестьяне, условное понятие будем говорить, сельскими жителями, да, там, с мореплавателями, ну, там, с моряками, я уж так уж, это самое, вот, там, с академиками, к примеру, да, вот. А вот у меня вопрос, хорошо, ну, академиком сложно стать, к примеру, так, вот. А, допустим, как можно, не побывав, допустим, в шкуре, грубо говоря, крестьянина, так, написать честный, правдивый рассказ, ну, или там, повесть, роман о этом крестьянине. Ну, не о этом, а о крестьянстве вообще. Ну, если говорить не обо мне только, а в целом, да, то история знает примеры, когда люди совершенно свободно, если Бог дал таланты воображения, писали о представителях профессий, к которым они не имели отношения. Я доверяю часто авторскому воображению. Но, когда все-таки она строится на жизненном опыте, это ценнее. Я думаю, что все-таки Льву Николаевичу Толстому помогло великий роман «Война и мир» написать все-таки то, что он сам был участником боев, сам был пороха, что называется, понюхал и так далее, и так далее. У меня тут есть страницы, где описывается крестьянский быт, детали крестьянского быта. А они, между прочим, не очень сильно изменились за сто лет. Многие простые вещи, такие там, как коса, если говорить о подручных предметах, коса, пила, топор, грабли, вилы и так далее. И то, что я всем этим в детстве, в подростковом возрасте, а потом и в юности, всем этим хоть немножко, но поработал и подержал в руках, вот, наверное, мне все-таки это повезло. Повезло и помогло, потому что косить я умею, дрова ровить я умею. Очень много чего умею, на самом деле, руками. И это помогло. И потом есть вот такая память, эмоциональная память. То, что я видел в детстве, как жили, как говорили мои деревенские родственники. Все это отложилось. И знаете, еще не соврешь почему? Чтобы упомянуть какие-то детали быта, в том числе крестьянского, в Википедию не залезешь. Знаете почему? Потому что в Википедии, там надо знать, что искать. И если ты знаешь, что в деревне Косово называли Литовка, например, да, то это надо знать и помнить. Знаю. Конечно, знаю. А можно? Ну, потому... Это вы двое знаете. Да, некоторые думают, потому что, может, из Литвы. Нет, это литая коса. Литой металл, кованый. То есть это коса высокого качества. Вот потому называли Литовка. Вот почему болгарку называют болгаркой, я не знаю. До сих пор. А вот... А, из Болгарии были. Только из-за этого. Первый, первый... Ну да, 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 да. Да, 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 да. Ну вот, вот кто-то остроумно заметил, что у многих народов на русском языке обозначение мужского пола иностранца есть, а женского обязательно значит почему-то не женский пол, а что-то другое. Поляк — это мужчина поляк, а полька — это танец. Венгер — это венгер. Венгерка опять либо танец, либо... Значит, одежда такая была. Фин, а финка вообще ножик. Вот ужас какой. Вьетнамки. Вьетнамки, да. Чешки, чешки. Вот такой парадоксальный у нас язык, когда он шутит. Это особая тема, я об этом долго буду не говорить, потому что одна из основных задач этой книги была как раз проследить, что произошло с русским языком аж за целых сто лет. Не тотально, но хотя бы в каких-то его деталях, наблюдая за речью персонажей, поскольку вся эта книга от первого лица из поколения поколения сменяющих героев. Спасибо. Вот разговор сам как-то стихийно выпал в область стилистики и лексики. А с другой стороны, как раз всегда интересно поговорить про литературную кухню, ну, про какие-то приемы. Вопрос такой. У вас названия романов зачастую такие парадоксальные, то есть я-не-я, неизвестность, ненаписанный роман, вот такого рода. Дадаизм, русский футуризм, какие-то, вот, ощущаете ли вы влияние, может быть, на уровне там каких-то школьных удивлений, от, когда, допустим, вот мы узнавали, Маяковский по-прежнему один из крупнейших экспериментаторов той эпохи, просто во времена нашей с вами молодости он был один из немногих экспериментаторов, о которых можно было знать. Но в каком-то смысле этого было достаточно. Вот что-то, почему вы, умеющий именно подать жизнь в том варианте, в том, как бы, в том формате, в котором она сама существует, почему вы иногда переворачиваете, называя? Вот в чем вкус для вас? Ну, нет, ну, все-таки названий у меня не так много таких вот парадоксальных, мне так кажется. И у меня была своя история взаимоотношений с футуризмом, с ничегоками, с символистами, и вообще с этим серебряным веком, с языковыми играми, и зачитывался я Хлебниковым в свое время. И, в общем-то, даже больше, чем Маяковским. Хлебниковым именно как языкотворцем, по выражению Маяковского, правда. Я много увлекался словесными играми, может быть, еще и потому, что по образованию филолог. А потом все меньше и меньше и меньше, потому что я начал подозрительно относиться к метафорам. И, по моим наблюдениям, большие наши писатели, они вот этими цветочками, виньетками и прочими не очень-то увлекались. Я как-то сейчас ориентируюсь, больше не побоюсь этого выражения, на общеупотребительную лексику. И оказывается, что из этих самых обычных слов можно соорудить такие замечательные конструкции, что, ну, в общем-то, интереснее любых языковых игр. А вообще, как я часто говорю, все зависит от порядка слов. Самых обычных слов. Просто в каком порядке поставишь. Спасибо. Вы знаете, я как-то со скрипом, но соглашусь с вами, что действительно большинство крупных писателей не так уж играют именно ради игры со словом. Но есть пара исключений, во всяком случае, в 20 веке, которые как бы подтверждают правила, но при этом они нарушают это правило очень по-разному. Это Набоков, который именно изыскан, и это Платонов, который вообще работал с языком, как с таким ломким материалом. Платонов я очень люблю. Да. Но все остальные крупные, а уж 19 век, безусловно, тут вы правы, на мой взгляд, на 100%. Вот, хотя сейчас про ныне живущих, как бы, наверное, будет не точно, пока, так сказать, процесс еще идет, говорить там большой, великий, крупный, но тем не менее из известных современных писателей все-таки чаще некоторые, как бы, начинают входить во вкус этой игры. Вот. Даже тот же Битов, он в ранних вещах любил поиграть там, ну, описывая надписи, описывая там зоопарк, еще что-то такое. Значит, по поводу... Я вот первое... Некоторые из первых вопросов задавал, не называя слово геопоэтика, связанное... То есть, да, да, конечно. Я хочу добавить разговор интересный, разговор о языке. Нет, игры, конечно, словесные игры я не чураюсь. Может быть, я не довел мышь до конца. Я очень с опаской отношусь к сленгу, к современным вот этим появляющимся и очень быстро умирающим словам и словечкам, что сейчас очень в моде не только у так называемых интернет-писателей, но вообще у всех. Сложилась парадоксальная ситуация. Если Маяковский писал в свое время «Улица корчится, безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». Сейчас такое отношение, что вот только улица и говорит. Улица вовсю. Причем улица приблотненная. Улица шпанская. И она, эту улицу, слышишь и из уст ведущих, из уст писателей, из уст думских деятелей, и из уст нашего горячо любимого президента. Все говорят вот на таком вот языке, понимаете? И я вдруг чувствую неожиданно, неожиданно, что у языка, если мы хотим к нему относиться уважительно, появляется такая, я бы не побоялся этого сказать, почти охранительная функция. То есть, ну, не то чтобы попридержать коней, но некоторые образцы защищать, оставлять и отгребать вот этот мусор. Не смешиваться с этой улицей, не торопиться, а, как говорят интеллигентные люди, фильтровать базар, понимая, что вот это слово сохранится, а завтра уйдет. Потому что кто помнит, что такое из 20-х годов, что такое слово шкраб, которое употреблялось... Это шкраб, это... Сейчас, школьный какой-то, как это, работник, работник. Учитель по-нашему. Школьный, а, школьный работник. Ой, да, школьный шкраб, да. То есть, вот я боюсь таких слов, и я их фильтрую. Это вот дополнение к тому, что я сказал. Нет, 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 Аксёнов... Да. Нет, он не чурался на вовведение, я так скажу. Да. Ну, еще раз повторю, дело в порядке слов и чувстве меры. Спасибо. Вот в начале дискуссии я публике напомнил про вот этот ваш маршрут из Поволжья в центр России, а потом такими набегами, причем не собственно это было завоевание Европы или Америки, а это были приглашения. То есть, автора выдергивают из его российского контекста премии, приглашения на конкурсы, на различные фестивали. В общем, он становится нужным везде. Но, тем не менее, это превращается все-таки и в какой-то мере в путешествие. Хотелось бы узнать, насколько вот эти зарубежные и, может быть, не только вот эти писательские поездки, бывают, наверное, какие-то частные поездки. Как это, может быть, подспудно влияет на творчество? Никакие поездки не влияют никак, а еще я думаю, что у каждого человека есть какой-то лимит. Лимит на вот эти самые поездки. Понимаете, я много где был, не буду перечислять, объездил всю Европу, Америку и так далее, и так далее. Повторяю, поскольку нигде я жил, не жил больше месяца, никакого я влияния не почувствовал, особенно для меня главное влияние это общение с людьми, а общение у меня ограничено языком, вернее, отсутствие иммонова. Плохенький английский, кое-какой немецкий, а вне языка общение для меня как-то визуальное. Ну да, там такие девушки, а там такие таксисты. Это поверхностные наблюдения, поэтому они могут отражаться в СССР, но не в каких-то более объемных вещах. А что касается лимита, уже лет пять, как я, я никуда не хочу, я серьезно говорю. Ну вот позвали там на какой-то форум в Париж выступить, там на какой-то выставке целых минут, наверное, десять. Я подумал, сколько времени я потрачу, сколько вот пока я буду собираться, пока я буду лететь, да то, да сё, понимаете? А время дорого, очень дорого. И поэтому я... У меня сейчас две чаши висок в этом смысле. Вот тут поездка даже интересная, а вот тут время. И я выбираю всегда время, как правило. Мало мест осталось на Земле, где я хотел бы побывать. В Антарктиде. В Антарктиде? Я сейчас одну глупую вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вернее, наглую. Вы знаете, мне кажется, мне достаточно хватает воображения, чтобы представить, как там оно. Мне там не надо быть. Вот не надо. Я представляю, как там холодно, как там весело. У меня же знаешь, что такое холодно? Ну, думаю, в два раза холоднее. Вот этого мне уже не надо. Я могу представить. Я могу представить, как я стою на краю Гранд Каньона и смотрю вниз. Понимаете? Ну, правда. Мне хватает воображения. Так что... Зачем мне? Я в детстве очень любил повесть Джека Лондона. Ее мало кто знает. Больше знают рассказы про идейцев и так далее. Она называется «Звездный странник». Это о человеке, которого... Я не помню, из-за чего. Надо перечитать. Его наказали и спеленали. Он лежит, как мумия, как кокон. Больше того, когда он попытался развязать эти узлы, пришли и еще смочили вот это все, чтобы, когда это высохло, еще больше сжало. И вот он начал чувствовать, как его не столько дух, а сознание вылетает из него и он начинает путешествовать. Мне это так понравилось и вот это мое. Мне, понимаете, мне вот достаточно внутренних путешествий и мне уже ощущений тактильных, визуальных мне хватает воображения. Плюс есть фильмы BBC. Спасибо. Минутку. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я работаю в библиотеке иностранной литературы и хотела бы вам задать вопрос, но не как писателю, а как читателю. Вот кого из современных авторов вам интересно читать? Не обязательно русских авторов. Ну вот известен анекдот Чукча не читатель Чукча не писатель а читатель. Я тот Чукча, который читатель. Только что вышел роман Оли Славниковой. Она еще и моя подруга. Он только я давно ждал этого романа в знамени. Я начал читать, понял, что я буду читать. Пока отложил. А так рекомендую абсолютно всем. Я читаю даже писателей идеологически и всяко разным мне чуждых. Я прочитал Прилепина Обитель. Прилепин очень умелый писатель. Я отдал ему должное. Мы с ним враги идеологически насмерть, но роман этот стоит того, чтобы прочитать. Хотя, повторяю, он очень даровитый, но я и идеологию этого романа тоже не принимаю на самом деле. Но я отдаю ему должное. Надо уметь ценить в том числе своих врагов. Понимаете? Я прочитал с интересом книгу Данилкина о Ленине Пантократов Солнечных Пылинок. С интересом много фактов собрал. Абсолютно к финалу не согласился с той идеей, которую проводит вольно или невольно Данилкин, влюбившийся в своего персонажа. Это видно. Пока он писал о Ленине, он просто-напросто подпал под его влияние полностью. Коготок увяз. Там не Коготок, там весь Данилкин увяз. Но это интересная книга. А то, что авторы не совпадают, выводы не совпадают с моими, ну, выводы есть выводы, а художественная ткань есть художественная ткань. Я почитываю иногда новинки иностранной литературы. Я даже добрался до книги, которую читают во всем мире. Это Айн Ренд, Атлант расправил плечи. Весь мир уже прочитал, думаю, ёлки-палки, три тома писала, не ленила, ну, что это такое, тем более, что целая идеология возникла на этой основе, да, вот, и начал читать, страниц через 200 задал себе вопрос, а зачем я это делаю? Ну, зачем? Ну, мне всё уже понятно про этих героев. Я уже понимаю, куда они будут развиваться. Сюжет, а зачем? То есть, я почитал 200 страниц, почитал вокруг, около, почитал кое-что, что говорила сама эта Айна Рен, и мне хватило. Я так часто читаю книги, я читаю книги не в библиотеке, извините, а в книжном магазине, это моя библиотека. Я беру книгу, прочитываю 10 страниц, и дальше решается вопрос, беру ли я её домой, чтобы дочитать, или кладу на полку. Иногда беру. Вот, я с подозрением отношусь к книгам, о которых много говорят или говорили. В своё время очень много говорили о книге Павла Санаева, о первой книге «Похороните меня за плинтусом». Я думаю, так много говорят, что вряд ли эта книжка хорошая, слишком популярная. Начал её читать, дочитал, можно сказать, в магазине с удовольствием. Это редкостная книга, это очень хорошая книга. Вторая мне не понравилась совсем, ну и так далее. Как видите, я могу много говорить о современной литературе, потому что я читаю Дмитрия Быкова новый роман начал читать с интересом, с ещё большим интересом читаю его лекции. Жалко, что когда я был учителем в школе, мне не попались лекции, с которыми я могу соглашаться, не соглашаться, но это лекции знающего, умного человека. Вот, видите, это, что называется, навскидку. Франс Зена прочитал, нет, не дочитал, не смог. Вот последний его роман. Потому что он там начинает писать о Восточной Германии, а когда американцы пишут о России, о Восточной Германии, вообще о Восточных странах, они страшно врут. Он, например, был уверен, что в Восточной Германии в 70-х годах за интимные отношения юноши и девушки в школе могли штази могли их ну чуть ли не за стенок посадить. Ну ничего человек не знает о той жизни. Германии 70-х была переполнена фильмами с веселой эротикой. Комсомол был за здоровый эротизм немецкий. Я это точно помню, я видел эти фильмы. Ну и так далее. Спасибо, ужасно интересно. с такой, я бы сказал, завистью слышу в последних ваших ответах, что у вас, ну, неназываемый, присутствует очень сильный механизм экстраполяции. Когда вы знаете фрагмент чего-то, какого-то, какого-то феномена, то вы, как бы, по когтю льва или как бы в вас встроен механизм голограммы. То есть вы, увидев уголок какого-то явления, вы уже знаете в целом. Это счастливое свойство настоящего писателя. Простите за невольный комплимент, но это завидное свойство. Нам бы всем, ну, не знаю, насколько этому можно учиться. Да, и, кстати, то, что импринтингом для вас явилось, как я понимаю, вот это мне в том числе неизвестная, ну, непрочитанная повесть Джека Лондона, вот, это уже многое говорит, потому что вот знать то, что ты еще не видел, по тому, может быть, относительно немногому, что ты успел увидеть, достраивается, и экстраполяция, экстраполяция, если это сильный экстраполятор, она достигает 100% знания. Ну, собственно говоря, это то, что называют интуиции творческой и так далее, и так далее. Да, спасибо, я просто вспомнил, когда Гоголя кто-то из современных критиков упрекал, что он вообще-то на Россию видел из окошка кибитки, а ему совершенно справедливо возразили, слушайте, все зависит от остроты взгляда. Вот, это ключевое. Можно быть на одном полустанке в двух селах, но иметь такую остроту, которая дает впечатлений достаточных для написания гениального произведения. Это еще дополнение к ответу на ваш вопрос, на первый. Я все-таки сегодня гну такую геопоэтическую линию и совершенно лишний сейчас задам вопрос, который я уже чувствую, что, скорее всего, вам он будет неинтересен. Все-таки из посещенных вами зарубежных пространств может быть было где-нибудь, был какой-то уголок, в котором вы вдруг как-то так расслабились и подумали, например, что, а может быть в прошлой жизни я здесь бывал, а может быть это мои прежние корни или просто вдруг почувствовали, а вот здесь, допустим, это могла быть какая-нибудь Шаржа в Египте или какой-нибудь чешский курорт или чешская или там немецкий университет, ну вряд ли, но кампус, кампус, где вы подумали, а может быть это моя тайная родина, то есть могло быть такое? Знаете, я часто натыкался на высказывания людей, которые на самом деле для меня это очень интересный вопрос, которые говорили, вот я попал туда и почувствовал, о, вот, вот она моя родина. Я завидую таким людям, потому что я много где был и есть, были места, где мне было очень хорошо. Я чувствовал, что это вот мое по климату, по, вот, вот по всему. Одно из таких мест у меня было, знаете, где, аж, аж в Америке, в Новой Англии. А там теплый, ласковый Атлантический океан, залив, совершенно наше среднерусское солнышко, природа такая, смешанный лес, все как у нас, только тепло и теплый океан. А я вообще очень люблю, вот, вот, все, что связано с морем, с океаном и так далее, и так далее. Это черт. Да, но пожить там, да, а почувствовать, что вот, вот, да, это вот моя родина, и я бы хотел здесь дожить остаток дней и умереть. У меня такого чувства не возникло. И для меня эта тема настолько острая, что у меня даже есть повесть, существующая только в интернете. Повесть называется «Серая ветка». Это от, с фотографиями, между прочим, это о том, как герой, выгнанный женою из дома, ездит по серой ветке метро и ищет квартиру для съема. Но поскольку он будет туда маленького сына приводить, ему хочется, чтобы для сына там было что-то вроде малой родины. И вот он выходит и вглядывается в эти дома, в эти вот деревья, в этих людей и хочет как бы узнать, а вдруг оно, вдруг оно, вот лицо своей, если не своей родины, то того места, которое для его сына могло бы стать родиной. Вот это поиски, поиски родины. Это такой улиц, который вот ищет. Это очень важная тема. А знаете, для меня чем это кончилось? Тем, что я уже пятый год живу вместе с семьей в Белоруссии, в городе Гродно, на границе Литвы и Польши. И у нас там хуторок. Вот я не скажу, что там я чувствую, что моя родина, но там нам удивительно вот как-то хорошо. Вот это наполовину такой мой ответ. Чапан, по польскому размове. Вы знаете, Алексей, вот впервые в жизни у меня возник вопрос, которого я никогда никому не задавал, не только писателям, но и простым людям, скажем так. несправедливое, конечно, определение. Простых людей не бывает. В связи с вашим очень интересным ответом на предыдущий вопрос, мы с вами говорили про место то ли мистической родины, то ли подлинной родины, и вы произнесли такую фразу вскользь, что вот здесь бы я не хотел умереть. Вот я спрошу, никогда такого не спрашивал, но рискну. А где бы вы хотели это сделать? Вот где, если допустим, ну есть писатели, которые, ну авторы, которые интереснее, чтобы их сожженный пепел, прах развеяли над каким-то островом, я таких знаю, вот. А вот есть у вас представление, когда-то жизнь заканчивается, вот и где, с каким пространством вы бы хотели связать, ну символически, может быть. Вы можете не отвечать, потому что это вопрос трудный и с моей стороны вообще не очень тактичный. я думал об этом и на самом деле а что в этом вопросе такого? Это всех касается. Это смерть, это не вопрос там сексуальной ориентации или каких-то тайных болезней. Вопрос касается всех. Я об этом думал и понял, что мне абсолютно все равно над каким морем развеют, на каком кладбище похоронят и я честно говорю, мне я об этом, когда я об этом думал, я понял, что я об этом не думаю и надеюсь, что не задумываюсь. я бы очень хотел, чтобы не очень огорчались по этому поводу. Вообще я точно знаю и ничем не отличаюсь от какой-нибудь бабушки, соседки, абсолютно ничем в своем четком, единственно осознаваемом желании, касающемся этого момента. Я хочу умереть во сне. Хотя вспомнил историю, как все изменилось. Мне было лет шесть. Я жил тогда в деревне и пришла мама с лицом опечальным, слезы текут и говорит, вот баба Дуся у нас умерла, а потом вздохнула и говорит, хорошо умерла во сне. Я был поражен. Мне было шесть лет, но я этот момент помню. Знаете, почему поражен? Еще раз им тритинг. Да. Я почему был поражен? Потому что я думал, вот как это так? Если я буду живой и я начну умирать, думал я тогда вот такой вот. Я же не дам себе умереть. Ну как это так? Я живой и вдруг вот здрасте пожалуйста. Я не дам, я как-то себя удержусь, я вцеплюсь зубами, руками, ногами, хвостом, чем-нибудь, а во сне я ничего сделать не могу. Я не могу помешать этому тому, что и разницы особо нет между сном и тем, что и разницы нет, только умираем каждый вечер. Это же страшно наоборот, потому что ты ничего не можешь. Я тогда не подозревал, что есть такие вещи, когда ни зубами, ни руками, ни хвостом ты тоже ничего сделать уже не можешь. Я думал, что пока я живу, смерть в моих руках. Поэтому как это так, хорошая смерть во сне? Тогда мне казалось так. Сейчас, когда я понял, что это такое, вот, лучше так. А где, как и чего очень хочется некоторых детей, которые у меня еще есть маленькие, у меня младшая дочь через 7 лет, увидеть, как они вырастут. А остальное меньше волнует. Спасибо. Невероятно интересно. Спасибо. Я не жалею, что рискнул. Алексей, вот среди ваших вещей прошлого десятилетия есть, как бы такой, как я подозреваю, может быть, начатый ряд, определяющийся просто сходством в названии. Почему пропавшие? То есть, я просто напомню читателям, что пропавшие в Бермуде, пропавшие в стране страха, вот, да, вот все-таки почему пропавшие, в чем общность, а также будут ли еще какие-то пропавшие? Не знаю, если будут, то совсем другие. Это две необычные книги. Мне хотелось написать книги о детях, ну, 11-13 лет, уже подростки, но такую книгу, которая была бы и интересна и детям, и взрослым. Я не уверен, что у меня получилось, потому что, когда хочешь попасть и в тех, и в тех, иногда попадаешь ни в кого. ну, повторяю, если будет что-то для детей, то будет совсем другое, потому что гнаться за двумя зайцами я уже точно не буду. Но, по крайней мере, у меня не возникало желания написать что-то детское вплоть до последнего времени. сейчас неожиданно появилось. Видимо, пришел какой-то вот черед. Спасибо. Дорогие друзья, понемножку движется к концу наша встреча. Еще несколько минут есть. Я напомню, что все наши авторы представлены здесь не только кратко физически и вживую, но и своими книгами. Вот прямо здесь за стеночкой на стенде вы можете сейчас успеть купить вот некоторые я поздравляю уже успели купить по минимальной возможной цене поскольку сразу от издательства книги Алексея Слоповского и получить от него подпись. Это вообще редчайшая возможность. Да, а я хотел бы повернуть не то чтобы весь остаток нашей беседы, но вот сейчас у меня ну лично мне всегда интересно когда автор именно многоплановый именно серьезный автор включается в те сферы творческие которые принято считать популярными то есть в оскорбительной формировке попсовыми то есть например сериалы да вот то некоторые признаются потом не в момент собственно работы там по заказу или там по собственной инициативе но вот работы в этом таком как бы сказать в несколько ином углу жизни признаются в том что они кое-что спрятали туда сверх заказа что 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 там есть что-то то ли из вредности то ли просто потому что было скучно просто писать вот этот необходимый зрителю сюжет бывало ли у вас что вы именно по первой мной названной причине или по второй или еще по какой-то вдруг спрятали что-то в сюжет и это можно там найти постфактум с вашей подсказкой или допустим вы обнаруживали потом что что-то подобное произошло то есть когда что-то пошло не так на самом деле редко я это делаю почему потому что серьезные образы серьезные какие-то вещи я все-таки оставляю больше для книг для серьезной литературы сериалы это игра для меня я в это играю это ну игра со своими правилами я вполне даже могу сказать что я им следую и просто некоторые вещи были бы там неуместны особенно если ты делаешь комедию детектив ну понимаете это все равно как читать монолог Гамлета на детском утреннике или на елке есть уместность всего я как правило абсолютно сознательно не перегружаю тем чего они не вывезут иначе лопнет ось вот и все иногда я конечно даю им реплички такие с подтекстом своим героем я же не запрещу им быть умными в конце концов если они такие но чрезмерно этим не увлекаюсь я соблюдаю правила игры и если уж я вышел на поле играть в футбол мячик руками не хватаю мне это интересно потому что я действительно в это играю и это наверное парадокс потому что на самом деле моя основная работа ну не основная а та за которую я деньги получаю это и есть сценарий но именно в них я играю вы не поверите играю с большим удовольствием я не постеснялся даже сказать что немножечко как бы не всерьез ну 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 вот ну да вот так ну да вот так мне это интересно я веселюсь да спасибо совершенно исчерпывающий ответ и вот то что вы сказали что немножечко не всерьез я лично вижу что это как бы фундировано тем что вы профессионал вы вы можете это сделать профессионально а поэтому вы можете играть с этим вот это как бы такой анти антивариант или как бы обратный вариант обратный тому что описывал поэт Иван Жданов когда говорил что пиша каждое новое стихотворение он ничего не помнит как он делал предыдущее поэтому он всегда чувствует себя дилетантом и новичком и поэт и поэтому ему приходится всерьез к этому относиться потому что он в страхе а когда вы профессионал в том числе в области написания сериалов то вы можете играть поскольку как бы ну знаете на Мадагаскаре есть такие такая форма почти постмодернистская причем уже тысячелетиями формы публичной публичного исполнения поэзии там есть кабари это такие такие всем известные старинные тексты которые имеют именно уже устоявшуюся форму и содержание но на свадьбах и на каких-то ну в том числе и на похоронах к которым там относятся так же весело поскольку человек просто переходит в другое состояние там человек который исполняет эти кабари он обязательно специально перевирает и вставляет туда какие-то дополнительные полфразы внутрь уже известного текста всем весело потому что это игра потому что он профессионал в этих плачах или в этих там восхвалебных песнях на бракосочетании вот мне это напомнило и в общем я думаю что именно профессионализм позволяет прежде всего играть коллеги друзья у нас совсем буквально полторы минутки осталось вы можете сейчас купить книги а кто уже купил вы можете подписать спасибо алексей было очень интересно